Бениамин Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром Израиля, который предстал перед судом. Заседание прошло в окружном суде Иерусалима. Премьер-министра обвиняют в коррупции обмане общественного доверия. Перед судебным процессом Нетаньяху заявил о невиновности. Он считает, что дело сфабриковано левым политическим крылом. «Сегодня суд совершит попытку помешать волеизъявлению народа, свергнуть меня и весь правый лагерь». Вместе с премьером в суд прибыли несколько членов нового правительства, сформированного на прошлой неделе. «Это печальный день для израильской демократии. Сегодня не только премьер-министр Нетаньяху предстаёт перед судом, но и все, кто верит в него, поддерживает и считает его невиновным». Тем временем на улицы Иерусалима вышли с протестом сторонники и противники премьер-министра. «Сегодня впервые в истории Израиля действующему премьер-министру предъявили обвинение по трем пунктам, и он предстанет перед судом. Надеемся, что суд вынесет приговор и отправит его в тюрьму». «Я пришла выразить протест против несправедливости в отношении нашего премьер-министра. В мире нет прецедента тому, что они сейчас делают с премьером Нетаньяху. Надеюсь, он будет сильным ради всех нас, ради всего Израиля. Мы его очень любим». Премьер-министра объединяют в получении дорогостоящих подарков и в мошенничестве со СМИ, от которых он якобы добивался того, чтобы его деятельность освещали позитивно. Бенемин Нетаньяху – премьер-министр Израиля уже 11 лет. Также он был на этом посту с 96 по 99 годы. В мае этого года он вновь принёс присягу в качестве премьера. Нетаньяху будет исполнять свои обязанности 18 месяцев. Потом его сменит Бенни Ганс, бывший политический соперник. Они объединились после трёх внеочередных выборов, которые прошли в течение года. В Гонконге прошёл первый протест против планируемого закона о национальной безопасности. Его правящая компартия хочет напрямую ввести в этом автономном районе КНР. С предложением об этом законе власти выступили во время ежегодной парламентской сессии в Пекине на прошлой неделе. Ранее руководство КНР неоднократно выражало намерение остановить постоянные протесты в бывшей британской колонии, где, в отличие от материковой части Китая, формально сохраняются демократические права и свободы. Новый закон, если его примут, поможет Пекину предотвращать и наказывать любые попытки выступить за независимость Гонконга, а также подавлять продемократические движения. Полиция снова жестоко подавила протест. Она применила слезоточивый газ и перцовый спрей. Арестовано около 80 человек. В понедельник утром, пока коммунальные службы убирали последствия стычек, местные жители размышляли о будущем региона. «Многие думают, что мы ставим под угрозу их свободу, когда выходим на протесты. Но я думаю, закон о национальной безопасности лишит нас свободы в будущем, лишит свободы следующее поколение. Если наше поколение не выступит ради свободы, то у следующего поколения её не будет». Между тем, советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что если Китай примет закон, США могут наложить на Пекин санкции. В частности, Гонконг может лишиться своего особого торгового статуса, который помогает ему оставаться в списке крупнейших финансовых центров мира. Ситуацию в регионе планируют обсудить на встрече «Большой семёрки» в июне. Небольшая ферма Мелисента Агаты была полностью стёрта с лица земли в результате беспрецедентного разлива озера Виктория. Семья женщины осталась ни с чем и была вынуждена присоединиться к десяткам тысяч кенийцев, которые ищут убежище от сильнейших за три поколения наводнений в этой восточно-африканской стране. Они начались в результате ливней, которые не прекращались несколько недель. По данным властей, береговая линия озера Виктория сместилась на 10 километров. «То же самое было в 1961 году, но не в таком масштабе. Это коснулось всех. Наши дома пропали, семьи разделены. Как видите, нам нечего есть. Все просто сидят тут кругом». В результате последних наводнений и оползней в Кении погибло около 200 человек. Около сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Таковы официальные данные. Во временных лагерях, где разместились переселенцы, не хватает еды и предметов первой необходимости. Многие не успели взять с собой никаких вещей и денег. Два исследования на макаках-резусах в США впервые предоставили научное свидетельство того, что в ответ на COVID-19 в организме может вырабатываться иммунная защита от вируса. Учёные говорят, что это хороший знак для тех вакцин, которые сейчас разрабатывают по всему миру. Исследователи заразили COVID-19 9 обезьян. «В первом исследовании мы увидели, что у макак-резусов, заражённых COVID-19, развивалась вирусная пневмония. Затем они выздоравливали. Затем мы снова подвергли их воздействию вируса. Но в этот раз они были под защитой. Эти данные показывают, что на вирус вырабатывается естественный защитный иммунитет». Во втором исследовании учёные разработали несколько прототипов вакцин, чтобы понять, как организм обезьян защищается от коронавируса. «У обезьян, которым ввели эти вакцины, выработались антитела, включая нейтрализующие. И они не заболели COVID-19». Учёные также проверяют на животных вакцины, которые в настоящее время разрабатывают для серийного производства. «Мы продолжим проводить исследования на животных, чтобы понять типы иммунных реакций, необходимых для защиты. Мы также проверяем вакцины, которые готовят к масштабным клиническим исследованиям». При этом исследователи отмечают, что пока нет никакой гарантии, что такой же иммунитет вырабатывается в ответ на вирус у человека. Бразилия заняла второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавирусных больных. Больше, согласно официальной статистике, только в США. По состоянию на 25 мая в латиноамериканской стране более 365 тысяч заражённых. Однако это всё равно намного меньше, чем в Соединённых Штатах, где подтвердили уже более миллиона 600 тысяч случаев. Число смертей от COVID-19 в Бразилии приближается к 23 тысячам. При этом есть предположение, что статистика неточная и умерших может быть больше. Дочь одного из пациентов с коронавирусом в Рио-де-Жанейро говорит, что её отец психологически очень подавлен. «Он очень переживает и расстроен. Ситуация в больнице очень быстро меняется. Одновременно один пациент может умереть, а второй выписаться. Отец очень боится умереть, поскольку многие умирают». На прошлой неделе Бразилия на 30 дней продлила запрет на въезд в страну иностранцев. Между тем Соединённые Штаты наложили запрет на въезд бразильцев, а также любых иностранцев, которые в предыдущие две недели посещали Бразилию. Белый дом отметил, что это поможет избежать дополнительных заражений и смертей. В США зафиксировано уже более 99 тысяч умерших от коронавируса. Время обеда и фитри суматранский тигр в зоопарке индонезийского города Бандунг ест свою порцию курицы. Но еды меньше, чем обычно. Большие кошки, такие как фитри, сегодня получают здесь по 8 килограммов мяса каждые два дня вместо привычных 10. Дело в том, что из-за карантина зоопарк больше не принимает посетителей. Дохода нет, и кормить всех питомцев всё сложнее. «Мы кормим кошачьих по минимальным стандартам для здорового состояния. Но риск есть. Например, им нужно 10 килограммов еды. Но мы даём всего 8 килограммов. Они похудеют, и для них будет больше риска заболеть. Но надеемся, всё будет хорошо». Зоопарки даже рассматривают вариант пожертвовать одними животными для спасения других. «Мы готовимся к худшему сценарию. У нас есть около 30 оленей, и мы отобрали на забой старых и не дающих потомства особей, чтобы спасти больших кошек. Таких, как суматранский тигр и яванский леопард, которых мы считаем более важными». Зоопарку каждый день нужно более 400 килограммов фруктов и 60 килограммов мяса. Теперь он полагается на деньги и еду, которые поступают от 90 организаций и людей. «Я видел животных, и они, слава богу, здоровы. Крокодилы стали толще, тигр выглядит здоровее. Но лев до сих пор немного худой. Надеюсь, благодаря пожертвованиям животные в зоопарке Бандунг всегда будут здоровыми». Администрация зоопарка также планирует пожертвовать птицами, включая гусей. «Пока же животным просто сокращают порции. Не всем это нравится. Орангутаны выражают недовольство, как могут». «Когда они внутри клеток, то начинают злиться и бросать предметы. Еда уже закончилась, но они всё равно хотят есть. Возможно, они ещё не наелись. Если бы они были сытыми, такого бы не делали». Зоопарк Бандунг не одинок в своей проблеме. Почти во всех 60 индонезийских зоопарках, в которых проживает около 4900 животных, еды хватит только до конца мая. Загородная жизнь ещё никогда не была столь желанной для этой семьи москвичей. Наталья и Сергей предпочли провести самоизоляцию на даче в 100 километрах от столицы. Приехали сюда в начале апреля. «Нас не остановило, что здесь было холодно. Дом у нас не утеплён. Условия такие обычные, дачные. Туалет на улице, вода в колодце. Рискнули, собрали рассаду детей, собаку и приехали». Супруги сразу завели курни сушек. Они молодые, но уже каждый день Наталья собирает по 5-6 яиц, а на участке растут овощи. «В связи с тем, что ситуация сложная, непонятно, что будет дальше, и работа непросто, конечно, мы увеличили количество рассады. То есть, у нас было две теплицы, стало три теплицы, мы больше выращиваем овощей». Наталья по профессии копирайтера, а Сергей – менеджер компании. Оба пока работают удалённо. «Да. Ну, я вот построил теплицу, где вы сейчас были. Я за этот месяц в дом одну комнату построил. То есть, полдня сижу за компьютером, полдня строю». Инициатором самоизоляции на даче стала Наталья. Говорит, что подсознательно ждала такого апокалипсиса всегда и полностью готова к трудностям. Сергей теперь тоже доволен жизнью на природе. «Работать на свежем воздухе, мне в этом плане повезло, можно сказать. Плюс здесь в округе один лес кругом, здесь всегда свежий воздух, птицы поют. Поэтому работают в радость». У супругов две дочери – Алена и Маша. На даче всем нравится и обратно в Москву никто не хочет. Тишина и покой царят в залах знаменитой галереи Боргезе в Риме. Картинами и статуями можно любоваться вдумчиво и без суеты. После двух месяцев карантина музей снова открылся на прошлой неделе. Но теперь здесь нет толп туристов, стремящихся сделать удачный снимок. Сотрудники галереи считают, что карантин в некотором смысле стал благом для ценителей искусства. Раньше насладиться шедеврами мешали шумные туристические группы. «Иногда они даже вредят достопримечательностям, с которыми нужно обращаться бережно. Это не только музеи и города, но и природа. Мы вторглись в каждый уголок мира. И думаю, эта эпидемия изменит наш ритм жизни и наши отношения ко всему. Мы можем извлечь полезный урок». В галерее много картин итальянского художника Караваджо. Его поклонником был кардинал Шепионы Боргезе. Именно он начал собирать эту коллекцию произведений искусства. В неё также входят работы Рафаэля, Рубинса, Тициана и других известных мастеров. «Так замечательно гулять здесь, когда мало людей. Можно осматривать всё спокойно. Я гид российских туристов, и мы всегда ходим здесь среди огромных толп. Это, конечно, не очень хорошо. А сейчас, наоборот, я наслаждаюсь всем этим спокойно». Вход в галерею ограничен, и гости должны быть в масках. За день впускают 400 человек. Это в пять раз меньше, чем до эпидемии. В первый день в музей пришли 150 гостей, но с каждым днём их больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова